78 лет прошло с того дня, когда Красный Стяг взвился над поверженным Рейхстагом, символизируя нашу победу в Великой Отечественной войне. Священный для каждого славянца праздник 9 мая давно уже стал символом невероятной силы духа, мужества и героизма. Мы всегда будем помнить всех наших героев и поклоняться их светлой памяти. Обо всем этом шла речь на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы. В зале городского дома культуры на торжественное праздничное мероприятие собрались жители города и района, представители общественных организаций, правоохранительных органов, казаки, молодежь, воспитанники Всероссийского общественного движения Юнармия. Славянцы, как и вся страна, прекрасно помнят, какой подвиг совершил советский народ. Самое трудное время в решающих сражениях воины и труженики тыла выстояли на героическом пути к победе над немецко-фашистскими захватчиками. Это день нашей общей памяти о тех, кто сражался за родину в боях, кто ковал победу в тылу, кто восстанавливал страну из руи. Мы искренне благодарим и чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. Например, о героических судеб старшего поколения воспитываем своих детей и внуков. Наши деды и прадеды разромили фашистов, дали достойный отпор врагу, отстояли независимость нашей Родины. Право людей на жизнь выстояли и победили. Наш долг продолжать славное дело поколения победителей, беречь и защищать родную землю, пресекать любые попытки исказить ее историю. Быть наследниками Великой Победы – большая честь и серьезная ответственность. Уверен, что ветераны гордятся своими внуками и правнуками, которые не подведут, не отступят, сделают все, чтобы сберечь свою страну. Много добрых, идущих от сердца слов прозвучало в этот день в адрес тех, кто исполнил свой долг перед Родиной в сороковые пороховые. Мы, нынешнее поколение жителей города Славянска-на-Кубани, выражаем глубокую признательность за ваш подвиг, за ваше мужество. И всегда будем помнить, каждый какой ценой завоеван мир. Память о солдатах, положивших свою жизнь на алтарь победы, всегда жива в наших сердцах. Низкий поклон тем, кому не довелось выйти живым из горнила войны. Вам, дружинники тыла, которые ковали победу в тылу, за станками, на полях, обеспечивали фронт продуктами питания и оружием. Вам, солдатские вдовы, поднимающие из руины страну после войны, воспитывающие одни своих детей. И вам, дети войны, которым досталось опаленное войной детство. В этот замечательный день, дорогие ветераны, славянцы, примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья. 9 мая будет вписано в историю страны и наши сердца, как самый главный праздник, день триумфа справедливости и стойкости наших предков. Победа далась дорогой ценой. В жестокой войне своей жизни отдали почти 500 тысяч жителей Кубани. Но наши деды и прадеды выстояли и выиграли борьбу с фашизмом. Этот праздник со слезами на глазах, но он радостный, потому что свершилась победа, пришел в каждый дом мир. И хочу пожелать всем, пусть в каждом доме будет мир, будет тепло, будет добро, будет свет, будет улыбка. И самое главное – радость. Радость от того, что мы живем в нашей замечательной стране, в России, в нашей любимой родине. Славянская молодежь принимает эстафету мужества и патриотизма от представителей старшего поколения, чтобы достойно пронести знамя Великой Победы и добрыми делами доказать свою причастность к подвигу. Каждая семья должна помнить и чтить этот день, потому что эта победа, она очень великая, она коснулась каждой семьи. Такие даты забывать нельзя, потому что люди, которые забывают свою историю, они начинают новую войну. И поэтому сейчас все попытки переписать историю, они просто нецелесообразны. Все равно русский народ всегда будет помнить об этом дне, сколько бы времени ни прошло. Великая Отечественная война навсегда в нашей памяти. 1418 долгих дней и ночей. Мои деды и прадеды, все мои земляки, мои родственники, кто защищал, я очень ими горда. Я ценю каждый миг, проведенный на этой земле. И мы, как волонтеры Дома культуры, оказываем посильную поддержку и ветеранам, и служащим сейчас в горячих точках. Ну, конечно же, хочется добавить, что сегодня великий день, его нельзя забывать. Нужно чтить память живых и мертвых, бессмертных и бесстрашных. Сколько бы лет ни прошло, День Победы был и остается по-настоящему народным праздником, который так много говорит сердцу каждого. Славянские артисты подготовили отличный концерт. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С экранов, установленных в зале, всех присутствующих поздравил с Днем Победы ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города и района Василий Васильевич Вертель. После минуты молчания участники торжественного мероприятия возложили венки и цветы к Вечному огню и воинским мемориалам в парке 40 лет Победы. Это скромная дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В знак безмерной благодарности мы склоняем головы перед солдатами Победы. Их преданность Отечеству и самопожертвования стали примером для всех нас. Подвиги поколения победителей придают силу нашим современникам и укрепляют веру в правое дело. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Станислав Бурбыко. Программа События.